Традиционное место главы администрации Уфы на этой оперативке занял его первый заместитель Салават Хусаинов. Сейчас Ирик Елалов находится с рабочим визитом в Краснодаре. Там проходит всероссийский форум партии «Единая Россия» по реализации федерального проекта «Городская среда». Сегодня мы приступаем к реализации этой программы во дворовых территориях, в двух районах. Поэтому прошу обратить особое внимание в части взаимодействия с советами на квартирных домах и соответствующие положительные результаты, которые мы запланировали при проведении этих работ, должны быть достигнуты. Не обошли стороной и громкое происшествие. 18 июля 45-летний врач-травматолог скончался от удара током. Несчастный случай произошел при осмотре строительной площадки дома, в котором мужчина со своей супругой купил квартиру. Одной из мер предотвращения таких ситуаций станут профилактические ревизии строительных площадок. Я приношу от имени администрации соболезновой семье погибшего врача на этот нонсенс, когда мы людей теряем из-за беззалабленности. Ну там следственные органы разберутся, само собой разумеется, но человека-то мы не вернем. Все объекты строительства, любые, которые проводятся на территории района, должны в течение недели минимум один раз посещаться представители. Минимум, еще раз повторяю, на предмет соответствия. Обсуждали на совещании и вопросы благоустройства города. Только за прошедшие полгода вандалы нанесли ущерб коммунальной сфере почти на 6 миллионов рублей. Несмотря на завидную регулярность подобных нарушений, на сегодня ни один из злодеев так и не пойман. Салават Хусаинов попросил присоединиться неравнодушных горожан к пресечению правонарушений. Сейчас очень модно все снимать, так ведь, да? На телефон, на другие там, фотоаппараты и так далее. Но еще не было ни одного случая, чтобы кто-то... Это... Неужели никто ничего не видит? Видят, мимо проходим. Все. Это не говорит о том, что жители должны только этим вопросом заниматься. Ну в плане информации и бережливого отношения к имуществу города, наверное, уже немножко надо менять отношения. Всем. С недавнего времени в Уфе начали укладывать асфальт в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый заместитель главы администрации отметил, что исходный результат зависит не только от работы дорожников. Автомобилисты, постоянно разъезжающие по свежему асфальту, мешают полноценному укреплению дорожного покрытия. Минимум, согласно всех нормативов, дорожная одежда, дорожное полотно, 24 часа должна пройти полимеризацию, для того, чтобы она приняла все те свойства, которые заложены в техническое задание. Чего мы не можем добиться. В связи с тем, что по нему постоянно раскатывают. Поэтому прошу и порушаю городским службам совместа ГИБД города выставлять экипажа на участки ремонта, штрафовать нещадно. Нет других вариантов. В этом году в столице будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети. Кроме того, к новому учебному году в Уфе должно завершиться возведение двух новых учебных заведений в микрорайонах Инорс и Колгуевский, а также реконструкция школы номер один. Салават Хусаинов отметил, что образовательные учреждения должны быть сданы в намеченные сроки. Дамир Вахитов, Тимур Авсалямов. Столичные новости.